Приветствую вас, друзья. Это мой первый ролик не про политику. Поговорим о чувстве долга. Мы часто слышим фразу «Я никому ничего не должен». Так говорят очень многие люди. Больше молодые, но и среди старших такие попадаются. А давайте попробуем разобраться, что такое долг, каким он бывает и действительно ли это хорошо, не быть должным никому. Думаю, в свете последних лет никому не нужно объяснять, что такое финансовый долг. Я думаю, что применительно к такому виду долга действительно хорошо, когда таких долгов у человека и у государства тоже нет. Но есть много долгов другого характера и плана. Долг перед родителями, долг перед семьей, долг перед детьми, перед обществом, перед Родиной. Некоторые особо независимые, воспитанные Западом люди искренне считают, что таких долгов не существует, что все это придумали «кровавые» коммуняки, чтобы деньги не платить. Но проходит некоторое время, и они вдруг вспоминают, что оказывается, им еще родители остались кое-что должны. Оставить в наследство нажитое самими родителями имущество. Оказывается, и государство им что-то должно. Пенсии, социальные пособия, законную защиту и гарантии и так далее. И даже дети им что-то должны. Внимание, внуков и так далее. То есть складывается интересная картина. Я никому ничего не должен, а мне окружающие государства так и должны. А ведь все гораздо проще. Как это ни банально и меркантильно – ты мне, я тебе. Но только это не взятка. Это искренняя работа души и сердца. Человек должен понимать, что родительский долг – принять в этот мир, правильно воспитать, подготовить и отправить в самостоятельную жизнь своих детей. То есть обеспечить свою страну населением, желательно с приростом. Сыновный долг – обеспечить своим родителям достойную старость и достойно проводить в последний путь. Долг перед обществом, трудясь и работая, приносить пользу обществу и окружающим. Научиться дружить с людьми. Долг перед своей родиной – всемирно защищать свою страну, не вредить ей, беречь ее для потомков и делать все для ее безопасности и развития. И все это должно быть естественно, как само собой разумеющееся. Когда рождается в этом мире маленькое и беспомощное существо, оно целиком и полностью зависит от окружения. Если ему никто ничего не должен, то это существо погибнет. То есть именно чувство долга окружения позволяет ему выжить и вырасти. А когда человек вырос, если он не должен ни своим детям, ни родителям, ни государству, то это его окружение, в свою очередь, тоже рано или поздно покажет ему спину. Пройдут годы, и состарившийся гордец поймет, что сила долга все-таки велика, но будет поздно. В заключение хочу сказать, чувство долга прямо пропорционально чувству ответственности. Эгоизм – это проявление инфантильности, то есть духовной и душевной незрелости личности человека. И именно чувство ответственности отличает зрелого человека от недоросля. То есть понимание своего личного чувства долга перед детьми, родителями и страной, обществом – это и есть зрелость гражданина. А инфанты, не обремененные ответственностью и долгом, как правило, заканчивают жизнь в нищете и одиночестве, потому что им тоже никто ничего не должен. А впрочем, правда у каждого своя, вот только истина на всех одна. Давайте искать ее вместе. Кто согласен со мной, поделитесь этим видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А кто не согласен, давайте обсудим в комментариях. С вами был я, Нур Исмаил. С вами был я, Нур Исмаил.